Ну что, на Меффе 12 часов 52 минуты, время 9 вечера, маршрут выглядит вот так. Сейчас я уменьшу его. Что хочу сказать? Мы неделю живем на Пхукете или в две? Вторая неделя пошла. Мы живем на Пхукете, а мы жили на Паттайе 3 месяца, как будто бы этих месяцов не было. Какие-то кокосы везут, видишь? Это они малюсенькие кокосики. А сейчас мы идем на какую-то бьюточку, подзорную точку. Посмотри. Это, видимо, будущий манго. Нет, могу другие листочки. А вот этот фрукт. Это джетфрут. Это будущий джетфрут. Вот этот небудущий, ты уже готов. А тут прикольно. Люди же вон ездят на машину сюда, Андрей. А вон дорога, смотри. Да, мы не смогли проехать, потому что у нас слегкаушка низкая. А, они тут ездят на такое. Ну, на таком колесо провалишься, ты вырулишь. Да. Не вырулили. А, вот дорога. Нет, да, вот здесь там низкий фрукт. А, ну вот, почему-то навигатор на смерть в дорогу не выехал. А где сама точка? Ещё идти надо. Ну, вот наша первая остановка. Опять все мои видео, когда мы улезаем в гору. По слову, опять мы залезаем в гору. Ну, пойдём посмотрим. Какой резкий подъём? Подъём резкий. Видео, конечно же, не передаёт. Так становится красиво. А, ну вот она уже, почти точка. Ты чё? А? Что-то мне тяжело стало, у нас тут не жарко. Вот. Куда-то поднялись. Можно сорвать банан. Съесть и пойти дальше. Ё-моё. Пойдём. Ну, можем поехать. Ничём. Ну, смотри, уехать отсюда. Ну, слушай, на полпути нет. А, короче, прикол в том, что Диана говорит, давай воду с собой возьмём. Я говорю, да там всего две минуты, ты сказал, лети пешком. Посмотрим и вернёмся. А тут гора за горой. Сейчас Ту-36. А воды нет. Как всегда. Вода в машине. Мы, по-моему, посмотрим. Это классика вообще. Если вы просмотрите все видео, где мы на горах, никогда у нас с собой воды нет. Короче, подъём в плюс 35. Очень тяжёлый оказался. Ну, мы пришли. Мы так единственные, кто. Ну, он действительно существует. Я бы туда не рекомендовала. Но он, видимо, заброшен. Здесь, видимо, ещё надпись. Из-за того, что очень жарко и устали, невозможно оценить по-настоящему красоту. Это, видимо, какой-то фонтан был. Бассейн. Ну, типа, красиво. Но надо брать с собой вот, чтобы садать. Типа, что навигатор пишет две минуты. По факту, это минут 10-15 и подъём. Эта штука похожа на недострой. Выглядит ненадёжно. Лаван, побежали мы в машину. Под кондиционер прятаться. Какие-то растут. Знаете, как называется. Напишите. Ну, где наша бодрость? Ну, где наша бодрость? Хорошо, все. Терпу, очень сильно. Бодрость, садарь. Вот. Такие дела. Ну, красиво. Ну, красиво же, да? Не помню. Не помнишь? Мы заехали на пляж Сурин, пока ехали к точке обжарных. А, по этой первой теченице, сняли. Ну, вот, можно, за неделю на Бантау. У нас читаем. И, например, Бантау. Бантау приходит. Короче, это пляж Сурин. Такой маленький. Как-нибудь на видео сниму Бантау, который мы полюбили, на котором мы остались. Бантау красивее. Что говоришь? Песок красивее на Бантау. Песок на Бантау красивее? Белеет. Ну, да. Ну, и он побольше. Просторов посещается. Бантау на нем не больше. Она же с другой стороны. Ну, надо проверить, да. Может, как духовно. Ага. Ну, нет, это единственное вопрос, что, как сеть у него не было, но, бляд, волна прямая сегодня. Строй на пляж. Ну, нет, как сегодня, бляд. По просторам. Не, он и селый. Бляд, за сегодня, пасть. Ну, ладно. Примая. Таким, все, не волнуйся. Не купаться, не поехать. Не решим покататься. Посмотрим, как у нас, потому что красиво, да. Телефаты красивые. Приехали еще на одну точку. Сейчас Диана покажет мастерство. Опа. Идем, смотри, еще какой. А на нем, так. Так, ну, мы все еще на пляже Сюрин. Диана подскажет, что похож на карту. Повсюду массаж можно сделать. Смасять, смасять. Здесь пальмочки красивые. Мы чуть-чуть под кондиционера божили и решили пойти дальше. Что там, сейчас будет какой-нибудь крутой подъем? Я не пойду. И прикол в том, что это мои слова перед каждым подъемом. А она говорит, нет, пойдем, мы убегаем вперед. Я такой внизу стою, мне приходится идти. Что случилось? Сегодня мне плохо. Сегодня она отняла мое первенство ныть на подъемах. Да, и сегодня новый ряд. Сегодня вот с теми езанте пьех. Где-то сюда машина. Ну, значит, ездить. Здесь сюда не отмениться машина, как-то, потому что у тебя есть. А, тачка сейчас не идет. Ну, значит, можно было брать на машине. Она же не за рулем, она же не знает, как это. Я только в Таиланде не за рулем. Там, кстати, я не боюсь их движения. Здесь много народов. А, оказывается, нет, наоборот, какие-то пляжи ездят. Да нет, здесь тоже не так много, как когда мы зимой приедяли на эту точку. Здесь было гораздо много людей. Гораздо много? Гораздо больше. Ну, нет, может быть, рулем-то меняется. Я умный, что я сидит. Значит, какая-то непонятная точка. Мы пришли в угол пляжа. И пока ничего не видим. Ну, вот такая вот дорога. Посмотрим, как ActiveTrack справится с данной дорогой. Это еще одна лица точка, которая не за счет. Предыдущая с натягом, да, она у нас закрытая. А здесь мы благодаря отлива мы можем пройти. Потому что, если бы не было отлива, здесь не пройдешь, да? Да. Ну, в целом... Осторожней, Диан. Хрен знает, на что мы смотреть будем. Просто на пляж получается. Да. Залезть туда? Или не залезть? Даже не знаю. Это просто место на камнях, в углу пляжа. Не, конечно, красиво. Безусловно, красиво. Безусловно. Извиняем. Небольшой обзор поселка. Привет. Привет. Что ты тут делаешь? Кафе пришла? У нас сломался топ через слаба, а мы пришли менять. Ну пошли делать, пропускай. А где мы живем? В фанхаусном поселке, на Бангтау. На северной части. Рядом с Бангтау. Вот такие вот домики у нас на другой улице и чуть-чуть там в тапике. Примечательно то, что в этом поселке... Да, мне кажется, мы только одного европейца видели, да, на той же собаке? Ну, где-то далеко от нас, где-то там вдали. Ну, типа это комфортно на самом деле. Наверное, русская аудитория на этой динаме так не говорю. Но мне комфортно жить с тайцами, соответственно, неже с отечественными. А вот кто смотрит, где вот, смешно, это наша улица. Вот такие улочки. Почему хорошо слышали русских? Ну, не знаю, во-первых, прикольно ходить и разговаривать у тебя никто не понимает. Ты не слышишь русскую речь. Потому что, мне кажется, в Паттайе мы жили прямо максимально в русском районе. Да нет, я объясню, почему хорошая русская. Тайцы, на самом деле, очень тихие. Они тихо разговаривают, они не шумят, они не слушают музыку. Ты знаешь, что самое главное? Они не смотрят, им не интересно, чем ты занимаешься. Да, вот это тоже очень важно. Они не заглядывают в окна, вообще не заглядывают. То есть они проходят мимо домов, не смотрят ни на первый этаж, ни на окна. Так, вот мы подходим к нам. И... Наш домик, кстати, у нас так аккуратненький, пацаны, не с другими соседями. Вот такое наше жилье. О, просто ходили. Да, я уже посмотрел этот наш гараж. Вот это мусорный бак, кстати, прикольная штука. Мусор кидаешь сюда, здесь герметично все. А с той стороны мусор забирают. А вон у нас сторожевая собака живет. А я не пойду, сейчас бардак не буду снимать. Да и здесь тоже бардак. Небольшой рум-тур. Полноценный рум-тур потом снимем от кухни. Вот так вот. Скоро будет ужин готов. Небольшой обзор кухни. Духовку самостоятельно купили. Там сейчас что-то запекается у нас. Да, это кухни рабочая зона. Там обеденный здесь рабочий. Микроволновкой не пользуемся. Тут стиралка есть, это хорошо. Это бак с водой. Мы его за неделю опустошили. За первую неделю. За первую неделю. А потом что мы еще сами докупили? Капельную кофемашину. Айпад и макбук здесь в квартире были. В принципе, покупать не пришлось. Это... Это он так типа шутит. Это очень хорошо, потому что телевизор, например, пришлось докупить. А техника, айпад и макбук, они шли в комплекте с площадью. Шутки шутят.